Конституция как основной закон нашей страны берет свое начало еще с 1918 года. Тогда вождь пролетариата Владимир Ильич Ленин открыто провозгласил классовый характер закрепленных в ней прав. За столетия поменялось многое. Политический строй страны, а вместе с ней и права и обязанности граждан. За это время государственный документ пережил пятое рождение. Об этом сегодня говорили на уроке истории ученики пятой школы. Светлана Кель была в числе слушателей. Сегодня лабутнанским школьникам предстояло дать ответ на главный вопрос. Что такое Конституция Российской Федерации и какое место ей отведено в жизни целого государства и отдельно каждого гражданина? Для старшеклассницы Ксении Бондаревой ответ очевиден. Девушка с большим интересом изучает историю государства, а вместе с ним главный документ страны. Если бы наше правление в стране было совершенно другим, то есть был бы какой-то таталитаризм или авторитаризм, то наша жизнь как людей, непосредственно наши права и свободы были бы максимально ущемлены. И поэтому есть права, есть обязанности и есть законы, которые необходимо выполнять каждому человеку, который дает ему свободу действий или наоборот ограничение каких-то действий. И без Конституции, то есть без свода законов, был бы хаос в стране. Конституция – самый устойчивый закон России, который, как правильно отметила Ксения, не позволяет стране погрузиться в хаос. Первое знакомство детей с ней должно начинаться с малых лет, уверен учитель истории Александр Логишев. Для своих учеников молодой педагог разрабатывает индивидуальную программу занятий. Для малышей – познавательные мультфильмы и тематические игры. Для ребят постарше – правовые викторины и исторические квесты. Излюбленная тема, права и обязанности граждан, в особенности детей. Самое важное в наше время, в мое мнение, что дети имеют право на заботу и попечение родителей. То есть дети, они опекаются родителями, чтобы они не были самостоятельными, потому что в наше время родители постоянно на работе, дети, они остаются вне у дела. И вот хорошо было, если бы не только дети, но и родители об этом помнили и знали. Счастливое детство наших чад под защитой свода конституционных законов. С каждым Новым годом их взросления, помимо прав, у них появляются и обязанности. Для Ксении Бондаревой сегодня особый день. Нет, не Конституции, а ее совершеннолетие. 12 декабря девушке исполнилось 18 лет. А это значит, с этого дня она наделена еще как минимум одним правом – избирательным. Каждый человек обязан выбирать свое правительство, так как если он заинтересован в той стране, в которой он живет. И, естественно, соблюдать все выборы, то есть выборы в Государственную Думу, допустим, в государственную, лучше, прощение, выборы президента, выборы мэра города. Да, я считаю, что это обязан человек сделать. И, естественно, мне вот как раз сегодня 18, я начну ходить на эти выборы и интересоваться кандидатами непосредственно. Быть гражданином России – это высокая честь и большая ответственность как перед обществом, так и перед самим собой, уверенным именинницам. Счастливая жизнь граждан и уверенное развитие страны складывается из, казалось бы, незначительных составляющих. Ответственная учеба, уважение к родителям и семье, доброжелательные отношения с окружающими и бережные отношения к миру. В России множество республик, областей и городов. Важно понимать, что все мы составляем большой мобильный организм, целостность которого уже четверть века закрепляет Конституция. Светлана Кель, Кирилл Сементьев, программа «Овремя местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова